Дорогие девушки, вы наверное замечали у многих сейчас на руках красные нити, особенно у звезд и их детей. Защитный амулет, который оберегает своего владельца от любого негативного воздействия, как духовного, так и физического. Нить повязывается на левое запястье с семью узлами, близким человеком, которому вы полностью доверяете и любите. Подарите и вы своим близким и себе защиту от дурного глаза. Раз в месяц доставка из самого Иерусалима. Ознакомиться более подробно и заказать можете по ссылочке в описании под видео. Не так давно закончился конкурс «Любовь года», победу в котором одержала пара Никита Кузнецова и Дарина Маркиной. Сегодня стало известно, что совсем скоро стартует новый сезон школы актерского мастерства на телепроекте «Дом-2». Ребята будут соревноваться за право получить роль в полнометражном кино. Стоит отметить, что Юлия Ефременкова, которая выиграла прошлый сезон школы актерского мастерства, так до сих пор и не снялась ни в одном фильме. Что касается других участников, которые были в аналогичном конкурсе в прошлом году, то только Александра Харитонова снялась в караметражке молодого режиссера, а сцены с участием Саши в полноценном фильме, который снимал Дмитрий Астрахан, были вырезаны. Сегодня в социальной сети появилось новое фото Таты Блюменкранс. Девушка сделала снимок в лифте, а рядом с ней лежали вещи. Поклонники телепроекта обратили внимание, что упаковка сникерсов открыта, и очевидно, что это вещи Таты. Наша героиня никак не комментирует свое пристрастие к сладкому во время диеты. Однако ее фигура говорит сама за себя. Еще будучи на островах, Алексей Купин заставил Маю Донцову ревновать его к бывшей девушке. Тогда ребятам удалось благополучно решить эту проблему. Однако на днях история получила новое развитие. Алексей рассказал, что совсем скоро его запериметровая подруга намерена прийти на проект. Парень не стал раскрывать причины появления своей бывшей на телешоу. Однако фанаты прекрасно понимают, что таким образом организаторы пытаются сделать новый любовный треугольник. Поклонники телепроекта уверены, что бывшая девушка Леши намного привлекательнее Майи. Симпатичная внешность и шикарная фигура соперницы заставляют Донцова ревновать Купина к его экс-возлюбленной. Все это происходит на фоне недавних проблем и расставания Майи с Лешей. Поэтому совсем скоро зрители ждут новые сюжеты с любовным треугольником. Сегодня стало известно о том, что Иосиф Аганесян довел начатое до конца и бросил свою возлюбленную. По словам Саши, парень сделал ее виноватой в сложившейся ситуации и поставил точку в отношениях. Александра уверена, что никогда нельзя прощать измену, ведь в конечном счете все будет только хуже. Маша Кахно требует изгнания Валерии Фрост за ворота и коллектив девушку полностью поддерживает. Фрост, дабы не вылететь с проекта, предложила Марии неплохую компенсацию – 315 тысяч рублей. Что на это ответила Кахно, пока неизвестно. Но Фрост уверяет, что Маша врет и на самом деле у нее нет ни сотрясения мозга, ни проблем с носом. Кстати, многие уже знают о том, что Сергею Кучерову не нравится поведение Захара и Леры. Поэтому он готов ему подобиться, чтобы проучить и показать ведущим, что таким участникам не место на шоу. В анонсе будущего эфира Ольга Бузова явно дала понять, что терпеть аналогичное поведение от кого-то другого, кроме Леры и Захара, она не намерена. И быстро выгонит провинившихся за ворота. Коллектив в шоке от слов ведущей, которая выгораживает своих любимчиков, наплевав на всех окружающих. До последнего поклонники шоу надеялись на то, что свадьба Лилии Четрару и Сергея Захаряша не состоится. А после того, как в сеть попали кадры с девичника девушки, многие готовы были умолять Сергея не совершать опрометчивого поступка, едва ли не уговаривая молодого человека бежать куда подальше. Несмотря на то, что с момента веселой вечеринки прошла почти неделя, телезрители до сих пор не могут успокоиться. Многие твердо убеждены, даже прощаясь со своей свободой, Лилия не должна себя вести настолько вызывающе. А Четрару явно превзошла саму себя. Девушка не просто вернулась в периметр в неадекватном состоянии, но и фактически предлагала себя мужчинам, которые также отдыхали в ночном клубе, задирая платье выше головы и тем самым продемонстрировав свою полную готовность к продолжению вечера. Кстати, недавно в эфире телепроекта ведущие сделали предложение паре Сергея Захаряша и Лилии Четрару. Ребята могут сыграть свадьбу на телепроекте «Дом-2» за 1 миллион рублей, который выиграли когда-то Евгений Кузин и Александра Артемова. Будучи участниками, Женя и Саша стремились к победе и выиграли приз, однако дату свадьбы так до сих пор и не определили. В итоге свадебный миллион, который предназначался им на свадьбу, так и не потрачен, поэтому организаторы хотят найти ему применение. Фанаты телепроекта в шоке от новости про миллион Саши и Жени. Парочка добросовестно выиграла конкурс, доказала всем свою любовь, однако не обязана жениться по указке организаторов реалити-шоу. Вполне вероятно, что Артемова сама не в курсе, что ее лишили честно заработанного миллиона рублей, ведь руководство проекта не обсуждает такие вопросы с подопечными. На сегодня это все новости «Дома-2». Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Смотрите продолжение в следующей серии.